RME Babyface Pro FS – обновление самой стабильной бюджетной карты RME Babyface Pro. Да, это старая, а это новая. Старая, новая. Чего? Вы на канале DigiShopBime, а меня зовут Тринск. Если вы первый раз с нами, то мы снимаем много обзоров, гидов, лайвов и обучалок на музыкальную и студийную тему. Если тебе это интересно, то подписывайся на канал и нажимай на колокольчик, чтобы быть в курсе. Сегодня мы с вами продолжаем тему RME Babyface Pro, поговорим о главных различиях с предыдущим поколением, узнаем для чего понадобилось прокачивать и без того отличный девайс, протестируем и сравним эти звуковые карты между собой, обсудим консерватизм RME, расскажем о цене в нашем регионе и, конечно же, поделимся промокодом на скидку. Погнали! RME Babyface Pro уже снята с производства, а новая серия FS стоит где-то в районе 56 тысяч рублей. Но с промокодом UFS вы можете приобрести ее со скидкой 10% в магазине DigiShopBuy. Ссылку на звуковую карту и промокод я оставлю в описании. Когда говорят RME, у тех, кто шарит, в голове возникает стабильность. RME – стабильность. И это правда. С 96-го года компания выпускает свои девайсы, которые уверенно занимают лидирующие позиции в индустрии звука. И все благодаря простому подключению, кристальным предусилителям, отличной сборке и, не побоюсь этого слова, лучшей стабильности на рынке. Сразу хочу сказать, что я являюсь владельцем RME Babyface Pro. Блин, я их так показываю, как будто они отличаются чем-то. И я постоянно и достаточно давно на ней работаю. Но так же, как и у других владельцев этой карты, у меня возникал вопрос. А стоит ли мне менять старое поколение на новое? И сегодня я постараюсь ответить на этот вопрос. А для тех, кто еще думает, покупать себе Babyface или нет, я рекомендую вот этот ролик по подсказке, который ответит на многие ваши вопросы. Леша там достаточно хорошо и подробно про нее все объяснил. Давайте перейдем к сравнению и для начала визуально посмотрим, что изменилось в этих картах. Да, компания RME достаточно консервативна. Давайте попробую объяснить пример консервативности на своем опыте. Когда я познакомился с этим брендом, это год примерно 2017-2018, я решил, что нужно зайти к ним на сайт и познакомиться немного поподробнее. Вы не представляете, как мне было тяжело. Сайт мне напомнил о моем сознательном детстве. Год это к 2005. Примерно так он выглядел. А если учесть, что архив сайта RME датируется 99-м годом, то осмелюсь предположить, что за все время он менялся всего три раза. И последний раз в 2019 году. До изменения я понял, что это за ребята. И когда это произошло, я такой, ничего себе. Так что выглядят карты одинаково. Да, это серия FS, то есть новая. Здесь появилась только противоугонная система для магазов и небольшой переключатель на задней панели. Внешний вид для этих карт не самое главное. Здесь ничего удивительного. Самое главное у этих карт внутри. Конечно, самым главным обновлением стало то, что кроется у нас в названии. Приставка FS перекочевала сюда из конвертера RME Adit 2 Pro FS. И значит это, что в карте теперь также есть схема Steady Clock FS, которая помогает снизить задержку и уменьшить фазовые искажения. Задержка теперь снижена до 5 сэмплов на АЦП и до 7 сэмплов на ЦАП. Также был прокачан выход на наушники. Я напомню, что в карте их два, запараллельных. Теперь усилители стоят такие же, как и в Adit 2 Pro. Выход на миниджеке стал мощнее на 20 мВ. Раньше были 70, а теперь 90. Снизили суммарный коэффициент гармонических искажений на 10 дБ и сопротивление с 2 до 0,1 Ом. Еще были прокачаны аналоговые входы, а именно показатель сигнал-шум. В FS-версии микрофонные входы обладают показателем 113,7 дБ, в предыдущем поколении 112,2 дБ. Линейные 116,3 дБ против 114 дБ. А также был улучшен на 8 дБ коэффициент линейных искажений на входах. Помните, рассказывал про переключатель на задней панели? Очень прикольная штука. Он переключает уровень сигнала, который подается на XLR-выходы. Положение 2, плюс 4 дБ и плюс 19 дБ. Как говорят сами РМЕ, это помогает лучше контролировать уровень сигнал-шум в особо чувствительных мониторах. Но еще это очень крутая фишка для тех, кому нужно готовить продакшн на низкой громкости. Мы помним, что большой хедрум позволяет нам лучше и более детально сделать мастеринг, получив меньше искажений. Так вот, если нам позволяют мониторы, то на задней панели мы можем выставить положение в плюс 19 дБ и таким образом получить хороший запас по громкости в цифровой среде, не потеряв громкость в мониторах. Короче, наговорил много, давайте тестировать. На моем MacBook Pro 2015 года с i5-процессором, оперативной памятью 8 гигабайт и тактовой частотой 2.7, минимальная общая задержка составляет 4.08 для FS и 4.08 для обычной Pro-версии. Да, они одинаковые. Задержку при остальных размерах буфера вы можете видеть на экране. Давайте протестируем соотношение сигнал-шума. Продолжение следует... 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 I drove and dreamed this moment, so overdue I off them, swept away, I'm stolen, let the sky fall, when it crumbles, we will stand on our face it all, together, let the sky fall, when it crumbles, we will stand on our face it all, together, let the sky fall. I don't know, I'm in doubt about the difference between the sound and the sound, and the sound in general is a pretty subjective word. Let's do it so, let me know in the comments, how do you think the difference between the new and the new version of the RME Babyface Pro and the new version? As for me, if it is, it is not a significant one. Pluses of these cards are a lot, but there are also a minus. One, but it is very bad. The new version of the RME Babyface Pro and the new version of the RME Babyface Pro and the RME Babyface Pro и these are the same. These are the same. They are every time when I go to the record. And I do this quite often. I think that all users all the world are saying about these well, of course, they are still talking about the lack of the compressor in TotalMix. But I think that the compressor does not add. Just because the older version of the RME Babyface Pro and the RME Babyface Pro lose their actuality. And if you have a new version of the RME Babyface Pro and you have a lot of power in the RME Babyface Pro and you have a lot of power in the output, then the new version of the RME Babyface Pro is not a good. And I have all. Subscribe to our channel on our Telegram channel. There we deal with news from the world of the sound and exclusive promo codes. Также у нас есть группа ВКонтакте и Фейсбуке и страничка в Инсте с крутыми фотками и розыгрышами. А если это видео вам понравилось, было полезным или помогло с выбором, поставьте лайк. Если не понравилось, поставьте дизлайк. Не забывайте подписываться на канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее полезное видео или обзор. Меня зовут Тринц, увидимся в новом ролике. Пока!